О самых заметных событиях в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. В Акмолинской области из-за непогоды и закрытия автодорог республиканского значения Жаксе, Ессель, Бузулык и Екатеринбург, Алматы эвакуированы пассажиры двух автобусов. Один из них направлялся из Астаны в Рудный, второй также из столицы в поселок Старый Калутон. Из 40 эвакуированных 10 детей, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Непогоду люди переждали минувшей ночью в специальных пунктах обогрева в Ессельском и Астраханском районах. В Усть-Каменогорске могут ограничить работу общественного транспорта. Автоперевозчики готовятся к режиму максимальной экономии средств. Напомню, четырем городским автопаркам региональный департамент госдоходов до начислил 4,5 миллиарда невыплаченных в разное время налогов. Под грузом финансовой ответственности транспортные компании планируют изменить расписание движения своих автобусов. Вячеслав Витлугин с подробностями. Усть-Каменогорск на грани транспортного коллапса. Две недели в городе не курсируют трамваи. Депо закрыто и там меняется собственник. А теперь могут остановиться и автобусы. Перевозчики города планируют выпускать транспорт на маршрут только в часы пик. Владельцы четырех городских автопарков меру называют вынужденной. Говорят, что поступают так в силу обстоятельств. Ссылаются транспортники на резкое подорожание горюче-смазочных материалов и неподъемные налоговые доначисления. Ни один автопарк города, НДС и КПН не платил. Не были эти налоги, заложенные в стоимости проезда, так как автобусы сдавались в аренду индивидуальным предпринимателям, перевозчики решили, что корпоративный подоходный и налог на добавленную стоимость они платить не должны. В местном департаменте госдоходов такую схему посчитали противозаконной и доначислили автопаркам 4,5 миллиарда тенге, тех самых НДС и КПН. Комментировать ситуацию нашему телеканалу налоговики отказались, сославшись на то, что уже делали это два месяца назад. Юридические лица передавали по договору совместного пользования своим индивидуальным предпринимателям. Как вы знаете, индивидуальные предприниматели платят налог в размере 3%. А как юридические лица, они должны были платить 20% КПН и 12% НДС. Вот отсюда вся эта разница 4 миллиарда и вышла. НДС и КПН автопарки, по мнению департамента госдоходов, не выплачивали 5 лет с 2011 по 2016 годы. И только в 2017 налоговая проверка выявила этот факт. Дело перевозчиков передали в суд. Там вынесли определение, согласно которому департамент госдоходов признан стороной пострадавшей. Таким образом, долги транспортников и не признали, но и не списали. Мы вынуждены перейти на минимизацию расходов, то есть на работу часов пик. То есть мы не бросаем горожан, мы не останавливаемся. Но я хочу сразу предупредить, если примет решение суд, что налоговые права, налоговики на следующий день приходят, опечатывают у нас все базы. Сейчас автоперевозчики объединились в альянс. При поддержке прокуратуры они намерены обжаловать результаты налоговых проверок, а также добиться признания городских маршрутов социально значимыми, чтобы получать государственные субсидии. Об увеличении тарифа не идет речь. В данном случае мы говорим о возмещении затрат по тем или иным статьям автоперевозчиков. Под затратами транспортники подразумевают налоговую нагрузку и заметно подросшие цены на горюче-смазочные материалы. В качестве примера приводят общественный транспорт Уральска на поддержку 12 маршрутов. Там ежегодно выделяют около 30 миллионов тенге. Запросы автоперевозчиков Усть-Каменогорска местные власти обещают изучить и по возможности часть требований удовлетворить. Тем более трамвайный парк города сейчас закрыт. Альтернативы автобусам в Усть-Каменогорске пока нет. И обе стороны это хорошо понимают. Понятие субсидирования, видите, сейчас вопрос обсуждается, скажу. Обсуждается даже на уровне правительства. По субсидированию мы должны определить вообще схему, алгоритм, как он будет. И должны быть соответственно представлены те доводы и расчеты, почему это субсидирование должно быть. Тем временем сменившее несколько частных собственников и попавшее в категорию убыточных, трамвайное депо возвращается в госсобственность. В канун больших выходных депо купила социально-предпринимательская корпорация. Состояние самого трамвайного депо, зданий, сооружений, которые находятся на территории трамвайного парка, они тоже достаточно старые и в их отношении тоже нужно будет принимать определенные решения в части восстановления, реконструкции, ремонта. Скорее всего это капитальный ремонт, об этом мы говорим. Сейчас в Усть-Каменогорске срочно создают комиссию. Местные власти и автоперевозчики сядут за стол переговоров, чтобы сохранить отработанную годами схему пассажирских перевозок. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. В России число жертв пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» возросло до 5 человек. Еще около 30 пострадали. Об этом сообщили в ряде местных СМИ со ссылкой на пресс-службу у Следственного комитета Российской Федерации. Сообщается, что в двух залах кинотеатра, расположенных в здании, обрушился потолок. Сейчас на месте трагедии продолжается эвакуация людей. Сотрудники МЧС стушат пожар, площадь которого составила 1500 квадратных метров. Огонь уже удалось локализовать на третьем и четвертом этажах торгового центра. Причина трагедии пока не ясна. Ведется следствие. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка. Бывший глава женералитета Каталонии Карлос Пучдимон задержан в Германии во время пересечения границы здания. Об этом сообщили в ряде местных СМИ со ссылкой на адвоката политика. По их данным, он направлялся в Бельгию из Финляндии для того, чтобы предстать перед бельгийским правосудием. Сейчас он находится в комиссариате. Напомню ранее, испанский суд повторно выдал европейский ордер на арест Пучдимона, который бежал в Бельгию после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии. Его, а также 25 каталонских политиков обвиняют в мятеже и растрате госсредств. Они, в свою очередь, такие обвинения отрицают. Отмечу сейчас, обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Парламент отказался называть имя нового главы местного правительства после того, как главного кандидата на вакантный пост Жорди Турула арестовали на время разбирательства без права на освобождение под залог. Невероятно трогательный концерт прошел в дни Наурызова Алматы. Ребята с ментальными нарушениями вышли на сцену и сорвали бурю аплодисментов. И то, что молодые люди, которые раньше были за бортом общественной жизни, сегодня общаются со сверстниками, это результат труда общественного фонда Азамата Луятэ, Казахского государственного женского педагогического университета, а также колледжа технологии и флористики. Этот удивительный дуэт – настоящая победа. Азамата Жамурат и Юра Степаненко с рождения страдают нарушениями ментального здоровья. Родители ребят помнят каждый шаг, который сделали их дети, потому что дается он труднее, чем мы привыкли думать. А выступление такого ребенка на сцене вызывает настоящую бурю эмоций. Я могу сказать, как мама, как специалист, как юрист в этой сфере, воспитывая молодого человека с инвалидностью, все, что в их жизни происходит, это зависит от нас с вами. Прекрасный показ мод, различного рода выступления в песенном жанре, ки и все остальное – это замечательные вещи, которые многие родители даже не представляли в жизни своих детей. И тем более они со своими сверстниками стараются, насколько возможно, полноценно общаться. И это еще одна победа. Теперь уже над сложившимися клише. Обычные студенты прекрасно ладят со своими такими особенными сверстниками. А это и есть настоящая цель проекта инклюзивного общества, над которым трудятся родители, педагоги и, главное, молодые люди. Я получаю специальность дефектология. И нам предложили для практики пообщаться с ребятами, у которых ментальные нарушения. Вначале мы просто помогали им в обычной жизни. Не совсем понимали, как себя вести. Но совсем быстро подружились, и теперь это не практика для учебы, а настоящая дружба. Еще один важный шаг – образование. Ребята с инвалидностью могут не только получить профессию, но и обеспечить себя. В 1993 год у нас в колледже были приняты первые 7 девушек, которые закончили удачно, успешно и трудоустроенные. Некоторые из них открыли свой бизнес. На 2017-2018 учебный год у нас в общем принято студентов 719. Из них 134 по различным диагнозам. Это дети с ограниченными возможностями образа обучения. Все эти сувениры, предметы быта и цветы – результат труда особенных молодых людей. И это первые ростки социального предпринимательства, их личный вклад в экономику. Татьяна Напольская, Эдуард Конн, Алматы, Хабар-24. Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке организовало в центре Манхэттена торжественный концерт по случаю праздника Наурыс. В этом красочном традиционном праздновании приняли участие президенты округа Манхэттен, представители мэрии города, дипломатического корпуса, общественных и деловых кругов, а также казахская диаспора, проживающая в США, и студенты из Казахстана. Главным сюрпризом вечера стало выступление ансамбля Нур-Орда, который специально приехал из Астаны. Открывая торжество, генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Женебек Абдрашев рассказал об истории празднования Наурыза и его особенностях. Он отметил, что казахи, проживающие за рубежом, всегда с особым вниманием относились к соблюдению традиций и обычаев предков. После обретения Казахстаном своей независимости, культурная жизнь наших соотечественников за границей стала значительно обогащаться благодаря таким контактам с исторической родиной. Выступившие на мероприятия представители мэрии города и гости приема подчеркнули важность весеннего праздника в укреплении дружбы между народами. Гости восхищались не только выступлениями музыкантов и предложенными различными блюдами национальной кухни, но и чутким гостеприимством, что особо выделяет казахстанский народ. Прекрасная музыка, традиционные национальные костюмы, красивые белоснежные платья ваших певиц великолепны. Очень рада находиться здесь. Как президент округа Манхэттен хотела бы выразить восторг и благодарность. Ваша культура, музыка и традиции украсили сегодняшнюю церемонию. Всем хотела бы пожелать мира, крепкого здоровья и всех тех благ, которые необходимы нашим странам. С детства я помню, что главный символ весеннего равнодействия, навруза, наурыза – это изобилие. И я помню даже эту фразу поздравления «акмол бол сын». Весна – это пора надежд. Весна – это пора ожиданий нового рожая, нового изобилия. Но, наверное, это не самое главное. Изобилие тепла, доброты, сердечности в наших отношениях – я имею в виду и Россию, и Америку, и Казахстан – это, пожалуй, самый главный бал сын, самое главное изобилие, которое должно присутствовать в межличностных, в человеческих, в международных, если хотите, отношениях. Как сегодняшнее выступление в Нью-Йорке музыкального коллектива, который специально, насколько я понял, прилетел из столицы вашей страны. Это настоящая не столько дипломатическая, сколько человеческая победа. В этом году Астана празднует свое 20-летие. За этот период территория мегаполиса увеличилась почти на 54 тысячи гектаров. Как строился город и какие решения приходилось принимать архитекторам, расскажет майра Дюсенбаева. После переноса столицы в городе начались кардинальные изменения. Одно из них – смена архитектурного облика. Тогда строители столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой стройматериалов. Об этом рассказал бывший член городостроительного совета Астаны, архитектор Владимир Гладких. Однако он считает, что, несмотря на сложности, изменения помогли реализоваться отечественным архитекторам. Технологии были в 95-м году, конечно, самые примитивные. Не было новых материалов. Все было такое знакомое, привычное, но был очень большой дефицит строительных материалов. Сейчас, когда уже построены заводы по выпуску строительных материалов, отделочных материалов, сейчас, конечно, легче решать задачи. На месте частных домов появились величественные небоскребы. Город заиграл новыми красками. Заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустамбеков работает с того момента, как Астана обрела статус столицы. Он вспоминает, что во время строительства периодически возникали проблемы из-за реки Исиль. И поэтому приходилось менять планы сооружений. Раньше здесь был пустырь, росли только деревья. За полтора года тут развернулась стройка, разместили первых рабочих. Так как здесь, берег реки, постоянно поднималась вода. Из-за этого мы изменили проект и положили дополнительный фундамент. В строительстве и проектировании казахстанской столицы участвовали и иностранные архитекторы, такие как Норман Фостер и Манфредди Николетти. Чтобы воплотить в жизнь их грандиозные проекты, была необходима помощь отечественных градостроителей. И сейчас уже новая плеяда специалистов продолжает традиции современного зодчества. Число архитекторов казахстанских, конечно, увеличилось количество. То есть, поскольку мы наращиваем темп, поэтому подготовка идет новых кадров, молодые архитекторы. Есть уже ребята, которые выучились за границей, они приезжают, тоже здесь работают. Количество архитекторов местных, оно и растет, и качество архитектуры, оно тоже улучшилось. После официального переноса столицы площадь мегаполиса увеличилась почти на 54 тысячи гектаров. Сейчас главный город Казахстана занимает около 80 тысяч гектаров. А возведенные здания, многие из которых стали не только столичной достопримечательностью, но и визитная карточка целой страны, ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что выбираете Хабар-24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин